друзья здравствуйте я сегодня хочу вам показать как мы дорабатываем франшизу узбеки на своих выступлениях я говорю я заказываю большой тираж после утверждения образцов абсолютно всех материалов вот мелких деталей в пекарне после того как я увидел потрогал как они сделаны из чего они сделаны давайте я вам буду сегодня рассказывать и показывать как будет у нас что выглядеть первым я хочу начать с фартуков вот я его отдел это наш мужской фартук которым мы будем заказывать для парней которые у нас работают соответственно белый кителю одевает наш повар который стоит в открытой кухне и в таких вот фартук белом кителе начинает готовят вкусные лепешки вот я сейчас вам покажу в полный рост мне кажется что этот факт получился просто камельфо смотрите соответственно написано узбеки и тамбер самса лепешка а также такой же фартук есть для девушек посмотрите этот факт отличается когда здесь у нас темнее такой цвет военных скажем так а тут такое более такой нежнее до бежевая как наш там фирменный цвет для девушек более такой светлее сделали ну потому что я думаю вот это вот прям как видите да нижнюю часть как сделано как вот платья которое было не знаю старой руси или так со времен царских времен были такие как бы вот как будто я пришел на бал вот поэтому отдельный фартук для девушек отдельный фартук для парней и она из очень качественного материала который выдерживает очень большое количество стирок да она не высвечивается это не наклейка это вышивка поэтому соответственно вышивка не портится наклейка может содраться и может быть там ну постоянное как бы изменение фартуков покупка нового фартуков это достаточно накладная история естественно этот фартук по цене у нас очень недорого потому что ну в этом деле очень давно давайте дальше у меня в руках бейджик соответственно с нашим логотипом и нужно сюда задача и функция этого бейджика сказать соответственно познакомить гостем нашего сотрудника чтобы наш гость мог обращаться по имени нашего сотрудника так пойдем дальше сразу я вам хочу сказать по поводу стаканчиков тут у меня образцы да какие стаканчики как бы у нас будет потому что стаканчики надо сразу заказывать большой тираж там она не заказывается по одной-две штуки но я всегда перед тем как заказывать трогаю что такое однослойные стаканчики что такое многослойные стаканчики есть двухслойные есть трехслойные да и тут вы должны находить компромиссы они у нас также будут по разному размеры но в чем вопрос вот этот вот однослойный стаканчик здесь один слой но я его никогда не буду заказывать потому что когда ты наливаешь до горячий напиток гости обжигаются а комфорт гостей для нас превыше всего поэтому выкидывай этот однослойный тоже стаканчик чуть меньшего размера он тоже для нас не подходит так как больше будет вот так вот держать стакан лично для меня это некомфортно и мне это очень раздражает поэтому все однослойные стаканчики мы выкидываем и даже их не рассматривать а я всегда заказываю двухслойные стаканчики да а по стоимости она стоит дороже но слушайте важнее всего гости поэтому продолжаем дальше и тут меня принесли вот такие вот наклейки видите в каждой наклейке есть штрих-код такие штрих-коды такие наклейки у нас клеются на боксы куда мы кладем нашу продукцию и когда вы просто открываете на своем телефоне фотоаппарат наносите на а вот эти штрих-код у вас ссылка открывается как готовится то блюдо которое вы заказали из каких ингредиентов вы можете посмотреть процесс приготовления каждого блюда это крутая фишка и она есть только у моих клиентов которые у меня заказывали концепцию моих клиентов которым я делал там презентацию и так далее это я придумал я сам поэтому ни у кого нету и естественно есть это в узбекере под каждое блюдо мы записываем видеоролик выкладываем его в youtube показываем как она готовится из каких ингредиентов и каждый наш гость может его заказать наше блюдо и посмотреть как готовится будь это шаурма плов лепешки там даже салат и даже супы да и гость будет точно уверен из каких ингредиентов она готовится вдруг там человека может быть на какие-то ингредиенты аллергии поэтому с точки зрения безопасности с точки зрения там эстетики вкуса да и многих других факторов лучше показать костям как она готовится из чего она готовится и это демонстрирует нашу открытость перед нашими гостями и это считаю очень крутой фишкой вот такие вот наклейки идемте дальше вот посмотрите вот посмотрите тут у нас наклейки для наших морсов собственного приготовления когда в каждой бутылочке соответственно облепиха клюква черная смородина вот клеится вот такая вот этикетка и наши напитки будут собственного производства именно с нашими наклейками помимо вот бутылочных может быть у нас разливное также мы будем клеить именно такие вот стикеры также у нас есть много образцов пакетов естественно я смотрю на на них пока нету логотипа по той причине потому что сразу необходимо заказывать большой тираж несколько тысяч поэтому мы пока утверждаем саму форму а форму мы выбираем из того что мы туда будем класть в зависимости от наших боксов мы выбираем пакет и также наши администраторы кассиры будут обучены под какие боксы надо какие именно пакеты надо подбирать вот наши поставщики определяют насколько может быть формат печати которого мы будем делать соответственно поэтому нам отправляют как бы два образца есть большой пакет есть маленький пакет да и мы соответственно из этих образцов как бы выбираем и насколько мы ну как будет наноситься туда наше логотип и наша как бы световая гамма и соответственно какого она будет качества после этого мы его утверждаем и она идет дальше как вы думаете что это такое ладно сразу расскажу туда мы кладем лепешку и когда ты кладешь горячую лепешку очень важно чтобы лепешка не вспотела когда ты покупаешь горячие лепешки она ну имеет там высокую температуру во первых вот эта пленка не должна расплавиться во вторых лепешка должен дышать поэтому у нас эта пленка специальными дыречками для того чтобы оттуда как бы пропускала КВП и мы его засовываем сюда лепешечку и сюда кладем например в узбекистане люди покупают чаще всего большие лепешки поэтому у нас есть пакеты для больших лепешек и для маленьких но в России не принято большим количеством брать большие лепешки и поэтому в России и в Казахстане у нас будут вот такие вот маленькие пакеты также у нас есть очень много как бы мелкие продукции где будут именно вот такие вот пакеты ну естественно мы получаем образцы утверждаем какой паттерн мы наносим я опять же повторяюсь для меня очень важно когда человек кушает нашу продукцию чтобы он не испачкался чтобы наши гости чувствовали заботу которую мы для них придумали продумали заранее и если мы даже на это потратили кучу времени зато каждый наш гость который покупает нашу продукцию они чувствуют то что ну например там если вот сок течет да что наши гости не испачкаются и мы сразу прорабатываем что нашу продукцию можно кушать за рулем и это очень важно у нас будут эксклюзивные боксы для гостей которые берут с собой за рулем потому что за рулем очень важно первое не испачкаться не испачкать свою машину не обжечься и вот эти все факторы необходимо учитывать для того чтобы сейчас в условиях как бы пандемии торговля для концепции драйв-тру оно очень сильно развивается поэтому мы полностью нашу сеть готовим также для концепции драйв-тру чтобы гости выходя из машины просто подъехали упаковались забрали покушали и они не испачкались мы предусмотрели для этого и влажные салфетки обычные салфетки специальную упаковку которая выдерживает сок и никуда ничего не капает то каждая наша упаковка она была предусмотрена тот размер продукта который мы выпускаем вот видите тут не собранная коробка есть у нас продукция которая подается в коробке ну допустим вы берете такую коробку открыли коробочку а там наши вкусные куриные например крылочки и вы едите естественно мы будем класть перчатки и в перчатках и вы совершенно комфортно кушаете после того как попушили взяли перчатки сняли бросили сюда закрыли в коробочку и вот так вот в пакет а потом выходя из машины выкинули пакет в мусорку и все вы испачкались и даже у нас сейчас в разработке я сейчас вам открою секрет в разработке специальный слюнявчик для автомобилей такого еще в мире никто не делал вы одеваете она одевается как фартук она одноразовая вы одели ну допустим вы едете у вас сейчас будет встреча или вы куда-то едете в собеседование неважно куда вы едете в любом случае не хотите испачкаться может вы едете на свидание да вы одеваете слюнявчик вам нужно перекусить взяли положили сюда и спокойно едите если даже вы переезжаете лежащую полицейскую и ничего у вас не опрокидывается если даже оброкидывается слюнявчик вас спасает согласитесь это абсолютная новинка и крутейшая фишка следите за следующими выпусками и покупайте вообще лучшую франшизу по пекарне которая есть в этом мире поэтому приглашаю будьте с нашими партнерами если разделяете наши ценности всего вам хорошего 2 3 2 3 4 6